МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, зимний и любимый Ульяновск! Доброе утро, Ульяновская область! На телеканалах репортер 73 и ОТР пришло время самой ранней программы. Но для начала немного истории. Конечно, 1724 год. Указом Петра I были основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет. 1813. Опубликован роман «Джейн Остин. Гордость и предубеждение». 1820. Русская кругосветная экспедиция шлюпов в Восток и Мирный была открыта Антарктида. 1906. В Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы. Первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. 1999. В Москве прошел финал первого международного конкурса «Красоты Мисс Содружества». 2009. В Москве прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР. Ну и возвращаемся в день сегодняшний. Нашу студию все так же изысканно продолжает украшать. Партнер программы «Салон цветы и штучки». Этим утром для вас работаем мы. Мы, Екатерина Терещенкова. Я, Сафронов. Мы начинаем. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и модрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Начнем традиционно со спорта. В этом году завершат ремонт Димитровградского физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» и стадиона «Старт». Ремонт дворца спорта проводился в 2020-2021 годах. На это было выделено 18 миллионов рублей. Первый этап завершен, впереди второй. Реализация которого намечена на 2022. Задача номер один – фасад здания. Также в Димитровграде продолжается реконструкция стадиона «Старт», которая была начата в 2020 году. В наступившем году почти 3 миллиона рублей выделено на строительство большой площадки ГТО на стадионе «Старт», которую собираются открыть уже в августе. Тему спорта продолжим в нашей традиционной рубрике «ЗОЖ». Всем привет! Сегодня упражнение будет не самое простое, но зато оно будет направлено почти на все тело. Я люблю многосочиненные упражнения, они классно работают. Я напоминаю вам, как важно использовать дыхание в наших с вами тренировках. Моя методика «Йога-флекс» очень большой акцент делает именно на это. Есть просто йога, а есть йога с дыханием. И йога с дыханием гораздо эффективнее для нашего здоровья. Чтобы получить результаты оздоровления тела, достаточно позаниматься регулярно в течение недели. И вы увидите, как много энергии приходит в ваше тело. Вы меняете качество своего тела, качество своей кожи и качество своего настроения. Всем рекомендую попробовать мою зарядку. Вы это положение частично уже делали, но теперь мы его соединим. Ставим ноги на расстояние метр-метр десять и разворачиваем пальцы ног в стороны. Чуть-чуть присгибаем ноги в коленях. И мы будем опускаться до прямого угла в коленях. Напоминаю, что желательно следить за тем, чтобы колено не уходило сильно вперед. Для того, чтобы колени не перенапрягались. Ладони будем соединять в жест на масте, так это называется в йоге. Это и жест приветствия, но в данном случае он нам понадобится для того, чтобы мы скручивали с вами грудной отдел. Итак, мы вдох с выдохом сядем вниз до прямого угла в коленях. И это положение будет зафиксировано. А вот вверху, в нашем грудном отделе, мы будем делать скрутку. Вдох, живот надувается. С выдохом мы будем скручивать корпус в одну сторону. Вдох надувается в центре. С выдохом скрутка в другую сторону. Вдох надувается через нос. Живот, а выдох через рот, живот сдувается. Вдох носом, животом. Сдуваем живот. Вдох в центре. Выдох пупок в пояснице. На вдохе возвращаемся. И поднимаемся, выпрямляем колени. Я думаю, что сейчас вы почувствовали свои бедра, свой грудной отдел. Продолжайте, сделайте еще пять раз. А мы с вами увидимся завтра. Всем пока! Прибавка для врачей. Ульяновская область получит 200 миллионов на врачей и лекарства против ковид-19. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишусин. Всего на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2022 году дополнительно направят более 17 миллиардов рублей. Деньги будут отправлены в территориальный фонд обязательного медицинского страхования на места. А решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Ульяновская область получит на это почти 170 миллионов рублей. Еще 20 миллиардов Москва дополнительно дает из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией. Большая часть средств свыше 15 миллиардов рублей пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Закупкой займется Федеральный центр планирования и организация лекарственного обеспечения граждан под ведомственной Минздраву Российской Федерации. Остальная часть средств более 5 миллиардов будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Да, и дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тысяч человек по России. Вот 31 миллион рублей для этих целей получит Ульяновская область. С разгулом омикрона ульяновские школы могут уйти на дистанционку. Такой вариант обсудили в мэрии города. Пока эпидемиологическое положение дел в школах областного центра не критичное. Управление образования Ульяновска действует по строгому протоколу. Есть в классе заболевшие ковидом, класс в полном составе отправляется на дистант. При ОРВИ или гриппе все зависит от процента заболевших. Глава города призвал обеспечить полноценный учебный процесс всех детей с 1 по 11 класс даже в отрыве от родных школьных стен. Прошу организовать горячую линию, чтобы все родители знали, по какому телефону можно обратиться для решения той или иной проблемы, связанной с форматом проведения образования. Здесь ни один ребенок у нас не должен остаться, что называется, за бортом и не получать услугу по качественному образованию. Управление образования сообщает, что школы готовы ко всему. Даже тотальный карантин по коронавирусу не прервет обучение. Оно снова перейдет на дистант. Всем необходимым учеников обеспечат. В случае обращения они есть, то школа выдает на временное пользование. И есть такие случаи, когда всем их, например, 2 и 3 ребенка, и мы даже из управления образования на временное пользование даем ноутбуки для того, чтобы дети занимались дистанционно. Пока, по данным Роспотребнадзора, в Ульяновске зафиксировано 10 случаев коронавируса у дошкольников. Чуть более 4,5% детсадовцев заразились ОРВИ и гриппом. В 49 школах областного центра на дистанте 104 класса. Коронавирус зафиксирован у 110 учеников. ОРВИ и грипп отмечены почти у 7% школьников. Своеобразный дистант теперь возможен в деле получения больничных листов. Временную нетрудоспособность можно подтвердить в цифре. Электронный формат постепенно внедрялся в систему здравоохранения с 2017-го. Раньше пациент выбирал, получить больничный на бумаге или в электронном виде. Но с этого года система вошла в рабочий режим. Отныне все больничные перешли в онлайн-формат. 31 числа вы приходите после врача обязательно сюда к нам в кабинет на продление или закрытие больничного листа. Он у вас в электронном виде. Скажите, электронный что такое? Электронный больничный лист находится в компьютере, в программе. При открытии он уходит в ФСС, в социальном страховании. То есть никаких бумажек, как раньше, с собой носить не нужно. Весь процесс онлайн. В личный кабинет вам привезет информация, что он у вас открыт и будет там номер больничного листа. Вы можете этот номер больничного листа на работу предоставить, это будет достаточно. Удобно и кадровикам, и людям, и ФСС. И в первую очередь самим врачам. Налицо одни плюсы. Такой больничный лист не потерять его, не порвать, не удалить. Даже опечатки не повод переписывать заново. Раньше в бумажных больничных листах было очень много ошибок. Во-первых, были врачебные ошибки, заполнялись рукой. То есть можно было сделать ошибку. Наши ошибки были. А в электронном больничном листе, то есть когда мы вбиваем данные о больничном, сразу же высвечивается. Программа установлена так, что высвечивается ошибка. Эта система очевиднее и удобнее, чем система, когда оформляется бумажный документ. Она гораздо быстрее. Не нужно ставить в очереди поликлиники, чтобы получить все подписи врачей и печати, которые обычно ставятся. Больничный отправляется в ФСС, мы вслед за ним. Вся связка работает так. Больничный сразу видит в фонде социального страхования. Делается запрос в пенсионный фонд по данному гражданину, на кого открыт больничный листок. Тоже в электронном виде в рамках межведственного взаимодействия. С пенсионного фонда приходит подтверждение, что действительно человек работает. Все это быстро происходит, потому что сейчас это работает все автоматически. Пенсионный фонд подтверждает, что человек застрахован и что работает именно там, где указан при оформлении больничного. Тогда фонд социального страхования делает предрасчет и отправляет работодателю. Перепроверить информацию. Вдруг банковский счет поменялся, чтобы деньги пришли по адресу. В течение трех рабочих дней работодатель нам присылает, уточняет данные, говорит, либо да, все действительно верно, либо что-то уточняет. И фонд социального страхования, наше отделение назначает данному гражданину выплату, и она приходит непосредственно человеку. Катя, вот скажи мне, пожалуйста, ты дома сама предпочитаешь убираться, или отдаешь эту функцию на откуп искусственному интеллекту? Я даю эту функцию на откуп детям иногда, если честно, в моем случае. Каков ответ? А вот ты как думаешь, роботы убираются, например, в действительный качество, если все-таки им доверять, или халтурят где-то? Ну, если честно, Андрей, я думаю, что это мы, люди, все-таки можем филонить, а роботы, они вот ответственные машины. Они как запрограммированные, так и работают. Ну, ты не обзавелась, я так понимаю. Нет. Ну, я вот тоже пока не обзавелся подобным чудом современной техники, но подумываю об этом. Меня настораживает только то, Катя, что в какой-то момент робот может просто взять и убежать, как ты считаешь? Куда убежать из него? Ну, а что? Ну, вот открываем новость и читаем, Кривер. Робот-пылесос, который трудился в британском отеле, ушел в самоволку. Представляешь себе? Да, бывает и такое. О побеге объявил персонал отеля в Кембридже. Пылесос не остановился, как это было до этого у порога, а, переступив через него, скрылся в неизвестном направлении. Такие дела. Вот ведь бедолага. Один во враждебной среде. А еще зарядки непонятно, насколько бедолаге хватит. Ну, на этот раз, на этот счет рассчитывала поисковая команда, которая, кроме прочесывания окрестностей, попросила помощи в социальных сетях. И как помогло? Ну, как сказать. Многие пользователи выражали поддержку храброму пылесосу, другие же успокаивали владельцев. Нашли в итоге беглецами? Да, нашли. Ну, и как и планировалось, без зарядки пылесос далеко все-таки не убежал, не ушел. И его нашли в кустах неподалеку. В общем, о других интересных новостях, но уже из жизни Ульяновска и Ульяновской области расскажем далее. Грозно жужжа винтом, оставляя позади клубы снега, отправляется в путь аэролодка «Нерпа». Подобное судно единственное в арсенале ульяновских спасателей. Оно не имеет аналогов и сочетает в себе проверенный временем принцип аэросаней с комплексом высокотехнологичных инноваций. Здесь кузов сварной, алюминиевый сварной кузов, закрытый полиэтиленом низкого давления, что позволяет преодолевать разные препятствия, защищает от порыва, допустим. Если катер на воздушной подушке, у него резиновые баллоны стоят, то здесь как таковых баллонов нет. Он цельнометаллический. Внутри есть баллоны для летней эксплуатации, для поддержания плавучести на всякий случай. А так это судно эксплуатируется как зимой, в зимних условиях, так и летом. С легкостью промчится по воде, песку и ледяным торосам. «Нерпа» надежная и непотопляемая. Вмещает в себя до восьми человек. «Максимальная скорость 120 км в час, но так на «Волге» ее, конечно, никто не разгоняет. Достаточно примерно 50-60 км в час, чтобы спасатели смогли выполнить свою основную задачу». Помимо мощности и надежности, аэролодка имеет еще ряд преимуществ перед своими предшественниками. «За счет обогревателя, то что здесь два, есть автономная ави-баста, плюс также автомобильная печка с двумя положениями. В салоне достаточно тепло, поэтому в случае спасения людей, ну, сможем и обогреть. Также впереди у нас есть, так скажем, небольшое место для вещей личных рыбаков положить». В спасательных операциях «Нерпе» поучаствовать пока не удалось. Но специалисты не перестают отрабатывать технику работы на новом судне. «Предназначен для доставки в район ЧАЭС спасателей для выполнения поисково-спасательных работ, а также для профилактических работ, связанных с патрулированием, с предупреждением населения о различных возможностях изменения климата и других мероприятий». «Нерпа» была закуплена в прошлом году на средства, выделенные из бюджета Ульяновской области по целевой программе и укрепит мобильность отряда спасателей на Волжской акватории. Анна Чайникова, Юрий Давыдов, репортер 73. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Началась вспышка заболевания. Сколько человек? Ну, порядка 50 человек. Они заболели не одномоментно, симптомы проявлялись не сразу. Нами были предприняты сразу необходимые меры. То есть было проведено тотальное обследование всех сотрудников и пациентов в том числе. Хочу отметить, что пациенты при поступлении по экстренным показаниям по хирургическому профилю все в 100% случаев проходили экспресс-диагностику, и ни у одного пациента данного заболевания выявлено не было. По результатам в хирургическом отделении был открыт обсерватор, и в соответствии с маршрутизацией все пациенты именно хирургического профиля были переведены в другие лечебные учреждения, в зависимости от того, была у них инфекция выявлена или не была. Наши сотрудники чувствуют себя удовлетворительно. Ну, и многие находятся дома только потому, что мазок был положительным. Первые поправки в областном бюджете в первую очередь связаны с получением значительной федеральной поддержки. Почти 5 миллиардов рублей, которые направят на выполнение важных социальных задач. Полтора миллиарда рублей пойдет по программе реализации и улучшения автомобильных дорог в нашем регионе. Более 1,2 миллиарда рублей будет направлено в сферу образования. Вы знаете, что в прошлом году нам были выделены средства в размере 175 миллионов рублей на капитальный ремонт шести школ в регионе. С учетом регионального софинансирования, общий объем средств по этой строке достигает 400 миллионов рублей. Продолжится выполнение плана по профильному национальному проекту. Здесь тоже плюс. Плюс 258 миллионов. Из них 115 на обновление материально-технической базы техникумов и колледжей. Более 400 миллионов рублей будет направлено в сферу здравоохранения. Конечно же, это дополнительная помощь по лечению детей с арханными заболеваниями. Туда будет дополнительно направлено более 50 миллионов рублей. На содержание учреждений здравоохранения дополнительно будет направлено 150 миллионов рублей. Не останутся без внимания и другие сферы жизнедеятельности региона. Строительная получит более 319 миллионов рублей, 99 из которых на переселение из аварийного и ветхого жилья. 100 миллионов на жилье для детей-сирот. Около 463 миллионов направят на сферу ЖКХ, 305 на транспорт, на помощь бездомным животным – 5 миллионов рублей. За подготовку к рассмотрению областным парламентом всех изменившихся программ финансирования ответственны министры регионального Кабмина. Кроме того, им традиционно предстоит отчитаться о работе ведомств. В соответствии с решением главы региона, министрам до 1 апреля текущего года необходимо отчитаться перед Законодательным собранием области о результатах деятельности, возглавляемых ими органов. График рассмотрения отчетов на заседаниях профильных комитетов будет подготовлен заместителем губернатора Ульяновской области Коробко Александром Михайловичем. Январское пленарное заседание городской думы Димитровграда. Присутствует 29 депутатов из 30. Главный вопрос в повестке – избрание главы города. За кресло главы второго по величине города Ульяновской области в очном этапе борются три человека, прошедших фильтр специальной комиссии в составе представителей губернатора и депутатов гордумы. Свои программы развития второго по величине города Ульяновской области представили начальник отдела реализации проектов бережливого производства в системе ПФР из Москвы Евгений Соловьев, руководитель агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области Александр Воецкий и нынешний исполняющий обязанности главы города Андрей Большаков. Престепенной задачей является пополнение городской казны. Надо привлекать дополнительные доходы и финансирование по любым фронтам. Это моя твердая позиция. Прежде всего, надо использовать все возможности, которые могут дать взаимодействие с региональными федеральными структурами, участвовать в профильных программах по разным направлениям, в том числе по национальным проектам. Итоги голосования. Подавляющее большинство 20 депутатов проголосовали за Андрея Большакова. Один народный избранник решился доверить управление городом Евгению Соловьеву. Александр Воецкий – ноль голосов. Восемь депутатов проголосовали против всех кандидатов. Буквально через 5 минут после оглашения результатов тайного голосования, избранный глава города вступил в должность. Большаков произнес слова присяги и пообещал оправдать оказанное доверие. Я благодарю всех депутатов, которые оказали мне поддержку для того, чтобы возглавить город Димитровград. Перед нами стоит очень большая работа, совместная работа, чтобы мы приносили только благо жителям города Димитровграда и работали на развитие города Димитровграда. И хотелось бы поблагодарить не только депутатов, но и губернатора правительства Львовской области, которые всяческим образом нас поддерживают и оказывают содействие. В региональном Минздраве прошла кадровая реорганизация. Число госслужащих сократилось на 4 штатные единицы. Ставка первого заместителя министра упразднена. Введена новая должность замминистра, директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. «Мы усилили блок лекарственного обеспечения, ведомственного контроля над учреждениями здравоохранения, линию работы с обращениями граждан, направление кадровой политики», подчеркнул министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гошков. «Регистрация тест-системы выявления омикрона, разработанной ульяновской компанией «Тестген», затягивается. Создавать продукты, ставить на производство получается быстро, а разрешение на внедрение всегда требует времени», отметил гендиректор Андрей Топорковский. Разработка учитывает возможные мутации в ключевых областях генома вируса, поэтому кроме дельта-штамма, под которой и был изначально рассчитан проект, тест выявляет и штамм омикрон. В «Тестгене» надеются, что при поддержке государства процесс можно ускорить. С 5 марта в Ульяновской области ожидается половодие. В угрожаемой зоне окажутся 16 населенных пунктов. По прогнозам синоптиков, всего за 10 весенних дней талые воды могут частично затопить 6 ульяновских пригородов и микрорайонов, по 3 деревни в Сурском и Новоспасском районах, 2 в Ульяновском, по 1 в Меликесском и Новомалаклинском. Минприроды уже отправила рекомендации при подготовке к паводку главам муниципальных образований. Человеческую заботу, хоть и временную, к новым постояльцам приюта в Чердаклах проявляет Николай Ягунов. Собак отловили пару дней назад. Через 2 недели они снова окажутся на улице. Ну, привыкаешь, конечно, жалко. За 2 недели собакам... Ну, все они вот уже как родные, они к рукам подходят, не агрессивные, ничего. Жмутся они друг к дружке, чтобы теплее стало. Вот эти два комочка нашли на улице в рабочем поселке Чердаклы. Как они оказались, там неизвестно, но понятно, что в центре проблемы с бездомными животными человек. Сейчас эти щенки останутся в приюте, их постараются пристроить в добрые руки. Кто-то такие руки уже нашел. Собаку отсюда забрал житель поселка Чердаклы Олег Латарский. Крепкой дружбе в этом году уже три года, но хэппи-энд не у всех. Большая часть собак, согласно закону, вакцинируются, стерилизуются и отпускаются в прежнюю среду обитания. В этом году контракт на исполнение услуг получили приюты фонда «Флоры и лавры». За 2021 год через программу ОСВВ прошло 101 животное. В этом году, в 2022 году, также заключен договор с администрацией Чердаклинского района на сегодняшний день на 28 животных. По информации управления ветеринарией, у фонда семь приютов в различных районах области. В Чердаклах, например, на постоянной основе содержится 16 собак и порядка 8 кошек. Все бы ничего, но остальные прибежища для животных зооволонтеры найти не могут. По указанным адресам, заметенные снегом домики, где ни собак, ни людей. По условиям содержания у активистов к руководству есть вопросы. Возникает вопрос, на каком основании данные помещения и данная организация могли выйти на предоставление услуг в рамках программы ОСВВ. По словам активистов, есть вероятность, некачественно выполнены услуги. Были случаи, когда собака с биркой приносила щенят. Агрессивных псов тоже отпускали на волю. Отсюда риск неэффективности системы по отлову и стерилизации. Волонтеры обратились в природоохранную прокуратуру, которая должна отдать вердикт. Приют, не приют и кому передать судьбы уличных собак дальше. Факт, признанный всеми сторонами, действующее законодательство по обращению с бездомными животными сырое, требующее доработки и дополнительного финансирования. Для того, чтобы программа ОСВВ работала эффективно, необходимо в короткий промежуток времени стерилизовать не менее 70%. В связи с этим принято решение о выделении в текущем году дополнительного финансирования на данные цели. Как город, так и область выделят часть средств на заботу о животных и безопасность людей. Но, по мнению экспертов, этого недостаточно. Требуется минимум 13 миллионов рублей. В распоряжении ответственных всего 8. То же самое практически по всей стране. Недофинансирование налицо, и пока оно сохраняется, конфликты между людьми и животными продолжат будоражать то один, то другой российский регион. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Татьяна Левая 6 лет как тренер по кудо. Под ее руководством азы единоборства познают спортсмены-начинающие. Дети возрастной категории от 5 до 12 лет. Сегодня Татьяна тренируется сама, оказанию первой медицинской помощи. Говорит, пригодится, ведь путь в спорт высоких достижений тернист и травмоопасен. Мы, конечно же, делаем на тренировке все для того, чтобы этих травм не было. Травмы у нас бывают, к счастью, очень редко, потому что мы проводим тщательную разминку перед тренировкой. Без нее мы, начиная тренировку, ни в коем случае не можем. Татьяна тренер молодой, Александр Шубин опытный, кудо практикует почти 20 лет. Казалось бы, все пройдено, но и повторение впрок. Это все забывается. Мы должны раз в три года обязательно проходить эти курсы. И, соответственно, нам все это напоминает. Потому что юридический аспект – это очень важно, чтобы себя обезопасить. Мы можем помочь, мы можем еще сами пострадать. Немного теории, плюс много практики. Обучение тренеров, оказанию помощи – проект пилотный. Пока запускается в нашем регионе, чтобы затем набрать обороты по всей России. Организующая сторона – региональное отделение Красного Креста. Принимающая ученическая – местная федерация КУДО. Альянс возник не случайно, еще на заре пандемии. Спортсмены активно помогали Красному Кресту в качестве волонтеров. Разносили продукты питания, подвозили воду, помогали медикам. Подвозили чайники, оборудование, микроволновые печи и так далее. На освоение жизненно важного материала уходит два дня. После интенсива выдаются соответствующие удостоверения. Помимо тренеров, а зам медпомощи обучатся сотрудники различных ульяновских предприятий, педагоги и не только. Я слышала, что и в школах, да, по-моему, вводят сейчас уже курс по именно оказанию первой помощи. Не знаю, наверное, класса с пятого. Вот в этом году Ульяновское региональное отделение, как и весь Российский Красный Крест по России, пилотирует проект, который мы будем обучать детей в школах, также обучающихся в СУЗах и ВУЗах первой помощи. Да и сама Диана Захарян буквально через несколько дней отправится в столицу для повышения квалификации. Свою деятельность инструктор Красного Креста называет важнейшей миссией, потому что не единожды оказывала помощь в жизни обыденной и знает, как правильно научить этому других. Что у вас случилось? Упал. Упал, что угол вы можете? Упал, что угол вы можете. Ага, встать можете? Нет. Не со своей помощью тоже не получится. А вы где, вы один здесь или с кем-то? Один. Может быть, скорую помощь позвоним? Давайте. А сейчас проверьте себя. Назовите два главных номера скорой помощи и единого для всех экстренных служб. Справились? Хорошо. Возникли затруднения? Делайте выводы и запоминайте. 103 и 112. Татьяна Домоданова и Сергей Рябухин, репортер 73. Вовремя топят, все, водичка всегда есть, никуда не надо бежать. Такие привычные радости мирной жизни. А война перекроила детство Тамары Павловны на свой жуткий лад. Отец, работавший экономистом, в 41-м отправился на фронт. Мама трудилась с 8 до 8. Во время бомбежки детей выводили из дома соседи. Прятались в шкафу или под стулом, если враг налетал слишком быстро. Страшным испытанием был голод. 125 граммов хлеба на сутки. Едва ли не единственное, что поддерживало жизнь. Бабушка говорила, так, будь русский человек, ты упёрен и сильный. Ты должна быть такой же, чтобы пиво здесь не летало над нами. Вот ты должна внишать в себе силу. Душа не съесть весь этот кусочек сразу, а поделить на три раза. И в часы стоять, ты вот смотришь на часы. Отец пропал без вести в 1944-м. Об освобождении родного города Тамара Павловна вместе с мамой и братом узнали в Омской области. Спустя два года мамы тоже не стало. В Ульяновск приехала вместе с мужем. 40 лет работала в сельхозвузе. Сегодня на нашей земле живёт 4 защитника и 52 таких же, как Тамара Зеленова, жителя блокадного Ленинграда. 27 января – день их общей славы. Была война, прошла война. На поле боя тишина. Но по стране и тишина идут легенды о войне. Война, ставшая историей. История, которая жива. В этот день в школах проходят уроки памяти. Наша гимназия, в которой вы учитесь, тоже незривым образом таким связана с Великой Отечественной войной. Потому что вот в тех коридорах, в которых мы с вами здесь ходим, в классах, где мы с вами находимся, у нас раскладался босфит. В основном здесь лечили участников Сталинградской битвы, а ещё проводили сложные операции на глазах. Отсюда бойцы возвращались на фронт. Не по приказу, а потому что Родина нуждалась в помощи. Сама гимназия взрастила достойных защитников Отечества. Им, ученикам, их учителям-фронтовикам. Посвящён интерактивный музей, который создали учителя и ученики нового времени. Здесь собраны разные статьи, какие-то газеты, выписки, практически достаточно много информации. Допустим, перепечатанные письма, которые здесь в таком формате можно почитать. Что бы ни происходило, мы всегда затрагиваем вопросы патриотизма. Урок, неурочная деятельность, кружок. Что бы это ни было, всегда мы говорим о любви к Родине, отчизне, о воинах, солдатах. Патриотическое воспитание не замкнуть в рамке памятных дат. Любовь к родной земле, её истории нужно растить вместе с каждым новым поколением. 21 января стартовал месячный геройка патриотической оборудовательной работы. У нас во всех муниципальных образованиях будет проводиться эта работа. Она направлена на всё. И будут вспоминать и героев Отечественной войны, как я сказал. И трудовые подвиги будут проводиться, и спортивные мероприятия будут проводиться. Посещаем с выставками школы, ездим по районам, тоже в область выезжать с выставками, школами, с оружием, с формой, с рассказами о Великой Отечественной войне. Митинг-реквием в день 78-й годовщины полного снятия блокады. Той самой, что осталось в строчках дневников, в письмах, в стихах, в морозном воздухе, салют. Блин! Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Новогодняя распродажа рулонных штор и железных штор. Суперцены в светофоре. Свинина на кости 189,90 за килограмм. Кофе Якобс Кравтик 243,90. Во всех магазинах светофор Ульяновска, Инзы, Брыша, Кузоватова, Чердаклов и Димитровграда. С добавкой здравурни Сушка, куры несутся зимой, как летом. Фабрики «Элегант» требуются сотрудники. Швеи, портные, комплектовщики, термоотделочники. Можно без опыта работы. Обучение на месте. Оформление по ТК РФ. Достойная зарплата. Работа в центре города. Улица Радищева, 39. Телефон 58-68-50. По данным сайта «Гесметио», 28 января в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью минус 7, минус 11, днем 6-10 градусов ниже нуля. В городе температура воздуха ночью от минус 8 до минус 10 градусов, днем 7-9 градусов со знаком «минус». Ветер преимущественно южный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Итак, Андрей, теперь моя очередь задавать тебе вопрос. Пожалуйста. Сколько тебе нужно денег для счастья? Каков вопрос? Ничего себе. Ну, слушай, я счастья все-таки в деньгах не соизмеряю. Ну, мне хватает, наверное, вот так вот. Да, может быть скромно, может быть как-то не амбициозно, но тем не менее, вот так отвечу. Ну, сейчас, конечно, не о счастье поговорим, а о среднедушевом доходе граждан. Да, ну, ты имеешь в виду, наверное, то, что в Ульяновской области все посчитали, и теперь этот самый доход составил 27 тысяч рублей. Для чего это сделано? Все просто. Он нужен для того, чтобы в текущем году по закону определять право на получение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и последующего ребенка. Документ вступил в силу 25 января. Министерство экономики РФ предложило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций профинансировать в России пять проектов. Согласно предложенному перечню, их общий бюджет оценивается в 11,8 миллиарда долларов. Один из проектов – развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии. В частности, планируется создать сеть ветропарков и солнечных электростанций на территории Калмыкии, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей. Кстати, уникальный для страны завод по производству лопастей ветрогенераторов прочно укоренился на своей промплощадке и генерирует новые достижения. За отраслью возобновляемой энергетики будущее. Ульяновск стал пилотом, но есть регионы, готовые перенять опыт. В основном приморские. Поэтому производство компонентов для установок точно не проседает, но требует внимания и поддержки. Сейчас есть большой запрос на частные маленькие микропарки тоже. Я этим не занимаюсь. Регулирование в середине до седьмета под частные контракты, которые развиваются в тренажном мире, выпадает. Вот нормально. В Ульяновской области точно не было экономического шока, заметил Борис Титов. Предприятие демонстрирует уверенное развитие. Хотя присущие периоду пандемии осторожности все-таки есть. Не только касаемо ограничений. В первую очередь речь идет о налаживании логистики и запуске новых направлений. Назвать сроки преодоления коронакризиса эксперты пока не берутся. Но о перспективных сферах время задуматься пришло. Главная задача, которую необходимо решить, это развитие российской переработки. Развитие малого и среднего бизнеса. Отхода от сырьевой зависимости. Потому что мы все понимаем, что цены на нефть это не навсегда. И надо в стране, если мы хотим иметь устойчивую экономику, то мы должны иметь серьезную промышленную базу. Мы провели совещание по стратегии развития Ульяновской области. И здесь, конечно, опыт Бориса Юрьевича и его специалистов по стратегированию очень важен. Мы детально обсудили, как дальше мы будем эту работу выстраивать, дабы не изобретать велосипед, а уже использовать опыт, который у них накоплен. Будет создана рабочая группа и будут приняты решения, как мы будем двигаться по созданию обновленной стратегии до 2030 года Ульяновской области. Регион открыт для новых направлений. В плане поддержки федерального центра здесь также зеленый свет. Есть и собственные меры. На компенсацию аренды, коммунальных платежей, а также налоговые льготы для бизнеса уже потрачено свыше 2 миллиардов рублей. На отечественные и зарубежные маркетплейсы помогли выйти более чем 200 компаниям. В планах внедрить новую программу стимулирования предприятий, сохранивших за время пандемии штат работников. Помощь получат и те, где растет производительность труда. Опытный самолет МС-21-300 объединенной авиастроительной корпорацией выполнил перелет из подмосковного Жуковского в Якутск для испытания в условиях низких температур. Специалисты около месяца будут проводить испытания воздушного судна при температуре наружного воздуха ниже минус 30 градусов по Цельсию. Причем каждому этапу испытаний предшествует выхолаживание самолета. В вечернее и ночное время он будет находиться на открытой стоянке в аэропорту Якутска в течение 12 часов. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурных режимах до минус 55 градусов. Напомним, крылья для нового лайнера производит аэрокомпозит «Ульяновск» в Заволжье. Единственный в России завод по производству авиационных деталей из композитов при помощи инфузионной технологии. Кстати, до конца 2022 года ОАК хочет передать первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании «Россия». Андрей, скажи, пожалуйста, тебе ближе все-таки физический труд? Ну, судя по тому, где мы с тобой работаем, интеллектуальный труд ближе. Но если придется что-то сделать руками, это лучше построить, сколотить или приготовить? Лучше бы не приходилось, ничего бы не делать руками на самом деле. Но уж если берусь, ну, может быть, приготовить, вряд ли сколотить. Ну вот то же самое у меня. Я не очень люблю что-то мастерить, может быть, потому что не умею. Но если Андрей и наши телезрители все-таки любят создавать шедевры маленькие своими руками, то рубрика «Стиль» прямо сейчас именно для них. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами в студии Анна и это рубрика «Стиль». Сегодня с вами будем делать вот такой вот держатель для салфетки для сервировки вашего праздничного стола. Нам потребуется втулка от туалетной бумаги, джутовая веревка и термопистолет. Заранее обрезаете втулку под нужный вам размер. И просто мы ее будем с вами обклеивать джутовой веревкой. Кончик веревки, чтобы не махрился, немножко обклеиваем. И начинаем обклеивать. Я отхожу, оставляю кончик немножко, чтобы спрятать его потом, чтобы край был аккуратный. То есть начинаю клеить не сначала. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы край выглядел аккуратным, кончики веревки я прячу Внутри по диагонали Продолжение следует... 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 То есть мы разделились на 12 пространств развития. То есть команды работали в разных направлениях. Это были... Ну, по направлению они разбились как раз. И с ними работали тренеры. И соединялись они только в больших залах, там, в соблюдении всех условий. Ну, в принципе, работали все автономно, с каждой своими тренерами, каждые прорабатывали проекты. В чем еще было примечательно, что Росмолодежь, Федеральный агентство по делам молодежи, для этих команд в финале разыграло гранты. То есть лучшие проекты получили с серьезной суммой финансирования. Ну, а вот были такие проекты, ребята приходили, им сразу говорили, нет, ребята, это не жизнеспособно. Или все-таки доводили до того состояния, когда это может разрастись? Никого не завернули никогда. В любом случае обратную связь получают. Либо этот проект действительно с другой стороны нужно зайти, либо посмотреть на проблему с другой стороны. Обучение проходит именно не с точки зрения, что мы возьмем только тех, которые веселые и интересные, а не будем работать с серьезными вопросами, потому что мы не знаем, как с ними работать, или считаем, что это неправильно. Нет, это именно проект обучающий. И если ты пришел с проектом, который нереально реализовать в таком виде, в каком есть эксперты Российского Союза молодежи, привлеченные эксперты, которые работают не только с РСМ, но и со всех ведомств, и Росмолодежь, и другие партнеры, которые есть, они поясняют, как сделать так, чтобы этот проект не стал нереализуемым, а стал реализованным, но, может быть, его разделить на несколько проектов. Может быть, я еще раз говорю, то есть посмотреть с другой стороны, и проблема решится. Но это проекты, если говорить о проектах, это проекты не такие восстановить ДК, допустим. Это скорее... А, тоже даже. Разные есть, я уже говорю. То есть и скверы кто-то здесь создает, кто-то создает творческие команды для работы с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. То есть там был такой проект «Веселый заяц». Вообще замечательные ребята, которые работают. Ну, это не наш проект, из другого региона. То есть никаких границ нет. Главное, ну, лозунг был Российского Союза молодежи в этом проекте, что мы не учим писать проект, мы учим решать проблемы. А ребят учат привлекать спонсорскую помощь или... Да, вот как раз я сказал, один из примеров, что работа с краудфандингами платформами, работа с органами власти, как правильно приходить к администрации, и, может быть, не просить. Главное, это предлагать. Предлагать возможности, которые есть у вас, и предлагать решить ту проблему, которая стоит не только перед жителями, а перед администрацией в том числе. И вот как раз, когда получается стыковка интересов, тогда, в принципе, все становятся партнерами, и меньше вопросов возникает по решению той или иной проблемы. У нас три года уже этот проект. Вот что уже такое реализовалось, достаточно яркое? Может быть, и сейчас оно живет, приносит свои плоды? Ну, я вот так на память сейчас не вспомню. У меня очень много проектов. Ребята представляли различные проекты и в сфере экологии из других регионов, и наши ребята. Вот ребята, которые из Ульяновска, они не стали победителями в конкурсе Росмолодежи, но они работают с детским домом «Соловийная роща», где реализуют профориентационный проект. Это ребята из вузов и колледжей Нового года, кто живет в Новом городе. Они, мы заключили, встретились с детским домом, поговорили с директором. Ребята предложили свой проект. Директор администрации сказал, что это очень важно, и что им важно, чтобы ребята общались на примерах именно своих сверстников. Ну и ребята рассказывают, вот как он учится в студенчестве, как он поступил, кем он будет работать. И чтобы у ребят-школьников, которые сейчас воспитываются в детском доме, ходят в школы, а завтра пойдут в колледж, чтобы у них уже вот эта адаптация, профориентационное представление было. То есть они вот реализуют такие проекты. Либо юридическая помощь, ребята. Это студенты юротделения? Да, студенты юристы, которые также в рамках этого для сельского места, понимая, что в селении всегда есть возможность найти юриста, они становятся, ну, как это назвать, медиаторами. То есть они просто едут в какой-то населенный пункт, договариваются с Госюрбюро, договариваются с общественной палатой, еще с кем-то, проводят там встречи с населением, что сами организуют. Понятно, они сами, может быть, не все могут реализовать, но они зато знают, где это все найти, и становятся такими проводниками юридических услуг в селении. Но это как примеры, которые я сейчас сам в них участвую. Активные они, вот эта вся молодежь, это студенты или уже те, кто покинул учебные заведения? Здесь возраст идет от 18 лет и до 35, да, ну, как молодежь. Главное, чтобы горели глаза. Главное, чтобы было желание, да, действительно. Возможности у всех есть, главное уметь ими. Пользоваться. Ученик года еще один такой большой проект, который был у нас. Который зародился у нас. Который, да. Много лет он зародился в Ульяновской области, много лет проводился как региональный конкурс, много лет проводил его Министерство образования, а сейчас Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, как региональный. Затем он стал межрегиональным, потихонечку начал выходить на всероссийский. И вот в прошлом году Российский союз молодежи федеральный предложил правительству Ульяновской области сделать его более масштабным, чтобы как можно больше узнали. И он получил поддержку еще и федерального министерства, и регионального. И вот этот совместный проект, где уже участвовали все стороны, региональная власть, и федеральная власть, и общественная организация, собрали в этом году. Ну, опять же говорю, то есть пришлось переносить сроки с условием, должен был состояться в октябре, затем на декабрь перешел. В общем, в любом случае он состоялся, сюда съехались ребята, яркие, активные школьники, и выявили победителя. То есть, ну, понятно, что сложно было жюри, это я могу точно сказать, разносторонние ребята, каждый талантлив в чем-то, кто-то во многих аспектах. Ну и победил парнишка из Челябинской области. Чем он зацепил? Учеником, чтобы быть, это все-таки нужно показать интеллектуальные способности, творчество? Знаете, вот он со всех сторон, и понимаете, когда он выступал на сцене, видно было, что этот человек, ну, скорее всего, будущий дипломат уже. То есть, и как он себя ведет, и как поставлена речь, и как испытания все прошло. Ну, испытания были разные, и в Патриархе. Например? Ну, они писали, испытания были и конкурсные, как на знание были, и у них были решения кейсов, то есть задается какая-то проблема, которую необходимо решить, и вот как он из нее выходит. То есть, много было испытаний, и предварительно они отбор проходили, естественно. Поэтому вот, кто дошел до финала, по мнению жюри, стал победителем, там, ну, много было достойных ребят, я скажу, что каждый из них действительно достойен был звания победителя, но, наверное, где-то по баллам чуть не дотянули. Ну, и в дальнейшем этот статус для них, ведь это не просто статус, это такой, может быть, и старт успешный? Любой конкурс – это какой-то старт, потому что все проекты, программы в сфере молодежной политики, они направлены на то, чтобы дать возможность проявиться, а в дальнейшем саморазвиваться, обучаться, учиться у лучших, стремиться к чему-то. Ты в любой, я могу сразу сказать, любой участие в любом конкурсе, если ты действительно стремишься победить, ты обогащаешь сам, обогащаешь пространство вокруг себя, и, действительно, твой трамплин через все конкурсы, через ту же «Студу весну» очень много людей выступает сейчас на центральных телеканалах, становятся звездами в шоу-бизнесе. Таких примеров вполне достаточно, как один из вот таких самых простых. Да, это вот «Студу весна», которая, в принципе, также и в этом году будет проходить, и в прошлом проходила, и снова наши ребята себя замечательно проявили, привезли призы из Нижнего Новгорода. Поэтому, в принципе, думаю, что ученик года, он никаких преференций не даст, естественно, но с точки зрения самоутверждения, что ты можешь и ты достойно замахиваться на более крупные какие-то цели, это, наверное, важно. Ну, опять же, это была школа, ребята же мастер-классы получали от... Обучение, очень шикарное обучение, да. Конечно, конечно, и когда ты общаешься с такими, ну, как, крутыми людьми, которые выходят из какой-то ситуации, когда ты видишь, что, оказывается, можно вот так решать проблемы, ты действительно так же учишься. Поэтому даже у своих сверстников и у взрослых. Это все федеральные проекты, но нам есть похвастаться и своими региональными проектами МРС. Ну, мы в любом случае... Федеральные проекты, программы Российского Союза молодежи много, и мы, как региональная организация, проводим именно региональные этапы, местные этапы, муниципальные этапы. Это, как, например, акция «Мы граждане России», которая проводится, ну, она традиционно, дни единых действий, это День России и День Конституции, когда самым ярким представителям молодежи, 14-летним, вручают паспорта в торжественной обстановке. Ну, так уже повелось традиции, что эта акция идет весь год, и ко дню, там, Дню Ульяновской области самым ярким ребятам вручали паспорта, и так проходит. Ну, это как такая акция для того, чтобы, ну, опять же, стимулировать молодежь, стремиться стать лучше, и когда ты чего-то добился, даже несмотря на столь юный возраст, и тебе глава района приглашает к себе, жмет тебе руку, говорит, спасибо, ты молодец. В какой сфере нужно себя проявить, чтобы получить паспорт главы района? Во всей, в спорте, в творчестве, в учебе, в общественной деятельности, в волонтерской деятельности. Главное быть ярким, главное быть, может быть, не всегда ярким, но стремящимся стать лучше. Поэтому, в принципе, там много ребят, которые спортом занимаются, получают... Ну, вообще, так-то паспорт все получают, но... Но не все так с почетом. Ну, понятно, что самых ярких, самых, там, добившихся чего-то, каких-то успехов. Либо он просто очень скромный, но он много делает полезным, помогает ветеранам. Но это же, конечно, достойно того, чтобы глава района сказал ему за это спасибо, и в торжественной встановке сказал спасибо его маме и папе за воспитание такого замечательного человека. Да, это очень приятно. Это вот как раз такие мероприятия. Еще у нас, ну, одно из событий, которое прошло буквально в декабре, у нас сформировался центр, региональный центр «Команда профи». Это проект движения «Российский союз молодежи», который сейчас центр находится в Удмуртии, в Ижевске. И вот ребята у нас уехали туда для того, чтобы сейчас получить установки на деятельность. И, приехав сюда, ребята будут работать в своих колледжах техникумов по развитию молодежных проектов, по взаимодействию с администрациями, с преподавателями, будут сами реализовывать какие-то проекты, которые улучшают образовательный процесс, воспитательный процесс и вообще культурную жизнь в их колледжах. Эти команды, как они формируются? Они в каждом колледже, ребята сами активные, те же правкомы? Или это новые какие-то организации, которые вот... Да, в любом случае они все вместе занимаются. Просто кто-то по направлениям делится, где-то есть клуб РСМ, там кто-то на себя берет, где-то студенческий совет берет на себя вот эту инициативу, где-то ребята, которые никуда, может, не входили, но узнали про этот проект, поехали, посмотрели, приехали и предложили администрации, и предложили ребятам просто поучаствовать вот в этом движении. Ну, судя по всему, молодежь у нас очень активная, действительно, ребята участвуют в огромном количестве мероприятий, проектов и двигают регион вперед. Это очень отрадно. Конечно, и мы будем рады, если все больше и больше ребят будут увлекаться в проекты, программы молодежной политики в образовательных организациях, и в других общественных объединениях, которых у нас много, которые активно предлагают свои проекты, программы для развития ребят. Это и студенческие отряды, это волонтерские движения. Поэтому будьте активны, будьте позитивны, и будет все замечательно у вас и у ваших друзей и коллег. Спасибо. На этой ноте мы и завершим. А я напомню, сегодня в гостях у нас был Сергей Терехин, председатель Ульяновской областной организации Российского союза молодежи. Ну, а мы двигаемся дальше. Начнем традиционно со спорта. В этом году завершат ремонт Димитровградского физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» и стадиона «Старт». Ремонт дворца спорта проводился в 2020-2021 годах. На это было выделено 18 миллионов рублей. Первый этап завершен, впереди второй. Реализация которого намечена на 2022. Задача номер один – фасад здания. Также в Димитровграде продолжается реконструкция стадиона «Старт», которая была начата в 2020 году. В наступившем году почти 3 миллиона рублей выделено на строительство большой площадки ГТО на стадионе «Старт», которую собираются открыть уже в августе. Тему спорта продолжим в нашей традиционной рубрике «ЗОЖ». Всем привет! Сегодня упражнение будет не самое простое, но зато оно будет направлено почти на все тело. Я люблю многосочиненные упражнения, они классно работают. Я напоминаю вам, как важно использовать дыхание в наших с вами тренировках. Моя методика йога-флекс очень большой акцент делает именно на это. Есть просто йога, а есть йога с дыханием. И йога с дыханием гораздо эффективнее для нашего здоровья. Чтобы получить результат оздоровления тела, достаточно позаниматься регулярно в течение недели, и вы увидите, как много энергии приходит в ваше тело. Вы меняете качество своего тела, качество своей кожи и качество своего настроения. Всем рекомендую попробовать мою зарядку. Вы это положение частично уже делали, но теперь мы его соединим. Ставим ноги на расстояние метр-метр десять и разворачиваем пальцы ног в стороны. Чуть-чуть присгибаем ноги в коленях, и мы будем опускаться до прямого угла в коленях. Напоминаю, что желательно следить за тем, чтобы колено не уходило сильно вперед, для того, чтобы колени не перенапрягались. Ладони будем соединять в жест на масте, так это называется в йоге. Это и жест приветствия, но в данном случае он нам понадобится для того, чтобы мы скручивали с вами грудной отдел. Итак, мы вдох с выдохом сядем вниз до прямого угла в коленях, и это положение будет зафиксировано. А вот вверху, в нашем грудном отделе, мы будем делать скрутку. Вдох, живот надувается. С выдохом мы будем скручивать корпус в одну сторону, вдох надувается в центре, с выдохом скрутка в другую сторону. Вдох надувается через нос, живот, а выдох через рот, живот сдувается. Вдох носом, животом, сдуваем живот. Вдох в центре, выдох, пупок в пояснице. На вдохе возвращаемся и поднимаемся, выпрямляем колени. Я думаю, что сейчас вы почувствовали свои бедра, свой грудной отдел. Продолжайте, сделайте еще пять раз, а мы с вами увидимся завтра. Всем пока! Прибавка для врачей. Ульяновская область получит 200 миллионов на врачей и лекарства против ковид-19. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Всего на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2022 году дополнительно направят более 17 миллиардов рублей. Деньги будут отправлены в территориальный фонд обязательного медицинского страхования на места, а решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Ульяновская область получит на это почти 170 миллионов рублей. Еще 20 миллиардов Москва дополнительно дает из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией. Большая часть средств свыше 15 миллиардов рублей пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Закупкой займется Федеральный центр планирования и Организация лекарственного обеспечения граждан подведомственной Минздрава Российской Федерации. Остальная часть средств, более 5 миллиардов, будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Да, и дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тысяч человек по России. Вот 31 миллион рублей для этих целей получит Ульяновская область. С разгулом омикрона ульяновские школы могут уйти на дистанционку. Такой вариант обсудили в мэрии города. Пока эпидемиологическое положение дел в школах областного центра не критичное. Управление образования Ульяновска действует по строгому протоколу. Есть в классе заболевшие ковидом, класс в полном составе отправляется на дистант. При ОРВИ или гриппе все зависит от процента заболевших. Глава города призвал обеспечить полноценный учебный процесс всех детей с 1 по 11 класс даже в отрыве от родных школьных стен. Прошу организовать горячую линию, чтобы все родители знали, по какому телефону можно обратиться для решения той или иной проблемы, связанной с форматом проведения образования. Здесь ни один ребенок у нас не должен остаться за бортом и не получать услугу по качественному образованию. Управление образования сообщает, что школы готовы ко всему. Даже тотальный карантин по коронавирусу не прервет обучение. Оно снова перейдет на дистант. Всем необходимым учеников обеспечат. В случае обращения они есть, то школа выдает на временное пользование. И есть такие случаи, когда в семьях, например, 2 и 3 ребенка, и мы даже из управления образования на временное пользование даем ноутбуки для того, чтобы дети занимались дистанционно. Пока, по данным Роспотребнадзора, в Ульяновске зафиксировано 10 случаев коронавируса у дошкольников. Чуть более 4,5% детсадовцев заразились ОРВИ и гриппом. В 49 школах областного центра на дистанте 104 класса. Коронавирус зафиксирован у 110 учеников. ОРВИ и грипп отмечены почти у 7% школьников. Своебразный дистант теперь возможен в деле получения больничных листов. Временную нетрудоспособность можно подтвердить в цифре. Электронный формат постепенно внедрялся в систему здравоохранения с 2017-го. Раньше пациент выбирал получить больничный на бумаге или в электронном виде. Но с этого года система вошла в рабочий режим. Отныне все больничные перешли в онлайн формат. 31 числа вы приходите после врача обязательно сюда к нам в кабинет на продление или закрытие больничного листа. Он у вас в электронном виде. Скажите, электронный что такое? Электронный больничный лист находится в компьютере, в программе. При открытии он уходит в ФСС, в социальном страховании. То есть никаких бумажек, как раньше, с собой носить не нужно. Весь процесс онлайн. В личный кабинет вам привезет информация, что он у вас открыт и будет там номер больничного листа. Вы можете этот номер больничного листа на работу предоставить, это будет достаточно. Удобно и кадровикам, и людям, и ФСС. И в первую очередь самим врачам. Налицо одни плюсы. Такой больничный лист не потерять, его не порвать, не удалить. Даже опечатки не повод переписывать заново. Раньше в бумажных больничных листах было очень много ошибок. Во-первых, были врачебные ошибки, заполнялись рукой. То есть можно было сделать ошибку. Наши ошибки были. А в электронном больничном листе, то есть когда мы вбиваем данные о больничном, сразу же высвечивается. Программа установлена так, что высвечивается ошибка. Эта система очевиднее и удобнее, чем система, когда оформляется бумажный документ. Она гораздо быстрее. Не нужно ставить в очереди поликлиники, чтобы получить все подписи врачей и печати, которые обычно ставятся. Больничный отправляется в ФСС. Мы вслед за ним. Вся связка работает так. Больничный сразу видит фонд социального страхования. Делается запрос в пенсионный фонд по данному гражданину, на кого открыт больничный листок. Тоже в электронном виде в рамках мировоззрительного взаимодействия. С пенсионного фонда приходит подтверждение, что действительно человек работает. Все это быстро происходит, потому что сейчас это работает все автоматически. Пенсионный фонд подтверждает, что человек застрахован и что работает именно там, где указан при оформлении больничного. Тогда фонд социального страхования делает предрасчет и отправляет работодателю перепроверить информацию. Вдруг банковский счет поменялся, чтобы деньги пришли по адресу. В течение трех рабочих дней работодатель нам присылает, уточняет данные, говорит либо да, все действительно верно, либо что-то уточняет. И фонд социального страхования, наше отделение назначает данному гражданину выплату, и она приходит непосредственно человеку. Кать, вот скажи мне, пожалуйста, ты дома сама предпочитаешь убираться или отдаешь эту функцию на откуп искусственному интеллекту? Я отдаю эту функцию на откуп детям иногда. Да? Если честно, в моем случае, да, сама. Какой ответ? А вот ты как думаешь, роботы убираются, например, в действительной качестве, если все-таки им доверять, или халтурят где-то? Ну, если честно, Андрей, я думаю, что это мы, люди, все-таки можем филонить, а роботы, они вот ответственные машины. Они как запрограммированные, так и работают. Ну, ты не обзавелась, я так понимаю. Нет. Ну, я вот тоже пока не обзавелся подобным чудом современной техники, но подумываю об этом. Меня настораживает только то, Кать, что в какой-то момент робот может просто взять и убежать, как ты считаешь? Куда убежать, а с него все что-то стало? Ну, вот открываем новость и читаем, к примеру. Робот-пылесос, который трудился в британском отеле, ушел в самоволку. Представляешь себе? Да, бывает и такое. О побеге объявил персонал отеля в Кембридже. Пылесос не остановился, как это было до этого у порога, а, переступив через него, скрылся в неизвестном направлении. Такие дела. Вот ведь бедолага. Один во враждебной среде, а еще зарядки непонятно, насколько бедолаги хватит. Ну, на этот раз, на этот счет рассчитывала поисковая команда, которая, кроме прочесывания окрестностей, попросила помощи в социальных сетях. И как помогло? Ну, как сказать. Многие пользователи выражали поддержку храброму пылесосу, другие же успокаивали владельцев. Нашли в итоге беглецами? Да, нашли. Ну, и как и планировалось, без зарядки пылесос далеко все-таки. Не убежал, не ушел, и его нашли в кустах неподалеку. В общем, о других интересных новостях, но уже из жизни Ульяновска и Ульяновской области расскажем далее. Грозно жужжа винтом, оставляя позади клубы снега, отправляется в путь аэролодка «Нерпа». Подобное судно единственное в арсенале ульяновских спасателей. Оно не имеет аналогов и сочетает в себе проверенный временем принцип «Аэросаней» с комплексом высокотехнологичных инноваций. Здесь кузов сварной, алюминиевый сварной кузов, закрытый полиэтиленом низкого давления, что позволяет преодолевать разные препятствия, защищает от порыва, допустим. Если катер на воздушной подушке, у него резиновые баллоны стоят, то здесь как таковых баллонов нет. Он цельнометаллический. Внутри есть баллоны для летней эксплуатации, для поддержания плавучести на всякий случай. А так это судно эксплуатируется как зимой, в зимних условиях, так и летом. С легкостью промчится по воде, песку и ледяным торосом. «Нерпа» надежная и непотопляемая. Вмещает в себя до 8 человек. Максимальная скорость 120 км в час. Но так на «Волге» ее, конечно, никто не разгоняет. Достаточно примерно 50-60 км в час, чтобы спасатели смогли выполнить свою основную задачу. Помимо мощности и надежности, аэролодка имеет еще ряд преимуществ перед своими предшественниками. За счет обогревателя, то, что здесь два, есть автономная вебаста, плюс также автомобильная печка с двумя положениями. В салоне достаточно тепло, поэтому в случае спасения людей, ну, сможем и обогреть. Также впереди у нас есть, так скажем, небольшое место для вещей личных рыбаков, то есть положительных. В спасательных операциях «Нерпе» поучаствовать пока не удалось. Но специалисты не перестают отрабатывать технику работы на новом судне. Предназначен для доставки в район ЧАЭС спасателей для выполнения поисково-спасательных работ, а также для профилактических работ, связанных с патрулированием, с предупреждением населения о различных возможностях изменения климата и других мероприятий. «Нерпа» была закуплена в прошлом году на средства, выделенные из бюджета Ульяновской области по целевой программе и укрепит мобильность отряда спасателей на Волжской акватории. Анна Чайникова, Юрий Давыдов, репортер 73. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Началась вспышка заболевания. Сколько человек? Порядка 50 человек. Они заболели не одномоментно, симптомы проявлялись не сразу. Нами были предприняты сразу необходимые меры. То есть было проведено тотальное обследование всех сотрудников и пациентов в том числе. Хочу отметить, что пациенты при поступлении по экстренным показаниям, по хирургическому профилю, все 100% случаев проходили экспресс-диагностику, и ни у одного пациента данного заболевания выявлено не было. По результатам в хирургическом отделении был открыт обсерватор, и в соответствии с маршрутизацией все пациенты именно хирургического профиля были переведены в другие лечебные учреждения, в зависимости от того, была у них инфекция выявлена или не была. Наши сотрудники чувствуют себя удовлетворительно. Ну и многие находятся дома только потому, что мазок был положительным. Первые поправки в областном бюджете в первую очередь связаны с получением значительной федеральной поддержки. Почти 5 миллиардов рублей, которые направят на выполнение важных социальных задач. Полтора миллиарда рублей пойдет по программе реализации и улучшения автомобильных дорог в нашем регионе. Более 1,2 миллиарда рублей будет направлено в сферу образования. Вы знаете, что в прошлом году нам были выделены средства в размере 175 миллионов рублей на капитальный ремонт шести школ в регионе. С учетом регионального софинансирования, общий объем средств по этой строке достигает 400 миллионов рублей. Продолжится выполнение плана по профильному национальному проекту. Здесь тоже плюс. Плюс 258 миллионов. Из них 115 на обновление материально-технической базы техникумов и колледжей. Более 400 миллионов рублей будет направлено в сферу здравоохранения. Конечно же, это дополнительная помощь по лечению детей с арханными заболеваниями. Туда будет дополнительно направлено более 50 миллионов рублей. На содержание учреждений здравоохранения дополнительно будет направлено 150 миллионов рублей. Не останутся без внимания и другие сферы жизнедеятельности региона. Строительная получит более 319 миллионов рублей, 99 из которых на переселение из аварийного и ветхого жилья. 100 миллионов на жилье для детей-сирот. Около 463 миллионов направят на сферу ЖКХ, 305 на транспорт, на помощь бездомным животным – 5 миллионов рублей. За подготовку к рассмотрению областным парламентом всех изменившихся программ финансирования ответственны министры регионального Кабмина. Кроме того, им традиционно предстоит отчитаться о работе ведомств. В соответствии с решением главы региона, министрам до 1 апреля текущего года необходимо отчитаться перед Законодательным собранием области о результатах деятельности, возглавляемых ими органов. График рассмотрения отчетов на заседаниях профильных комитетов будет подготовлен заместителем губернатора Ульяновской области Коробко Александром Михайловичем. Январское пленарное заседание городской думы Димитровграда. Присутствует 29 депутатов из 30. Главный вопрос в повестке – избрание главы города. За кресло главы второго по величине города Ульяновской области в очном этапе борются три человека, прошедших фильтр специальной комиссии в составе представителей губернатора и депутатов гордумы. Своей программой развития второго по величине города Ульяновской области представили начальник отдела реализации проектов бережливого производства в системе ПФР из Москвы Евгений Соловьев, руководитель агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области Александр Воецкий и нынешний исполняющий обязанности главы города Андрей Большаков. Престепенной задачей является пополнение городской казны. Надо привлекать дополнительные доходы и финансирование по любым фронтам. Это моя твердая позиция. Прежде всего, надо использовать все возможности, которые могут дать взаимодействие с региональными, федеральными структурами, участвовать в профильных программах по разным направлениям, в том числе по национальным проектам. Итоги голосования. Подавляющее большинство 20 депутатов проголосовали за Андрея Большакова. Один народный избранник решился доверить управление городом Евгению Соловьеву. Александр Воецкий – ноль голосов. Восемь депутатов проголосовали против всех кандидатов. Буквально через 5 минут после оглашения результатов тайного голосования, избранный глава города вступил в должность. Большаков произнес слова присяги и пообещал оправдать оказанное доверие. Я благодарю всех депутатов, которые оказали мне поддержку для того, чтобы возглавить город Димитровград. Перед нами стоит очень большая работа, совместная работа, чтобы мы приносили только благо жителям города Димитровграда и работали на развитие города Димитровграда. И хотелось бы поблагодарить не только депутатов, но и губернатора правительства Львовской области, которые всяческим образом нас поддерживают и оказывают содействие. В региональном Минздраве прошла кадровая реорганизация. Число госслужащих сократилось на 4 штатные единицы. Ставка первого заместителя министра упразднена. Введена новая должность замминистра, директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. «Мы усилили блок лекарственного обеспечения, ведомственного контроля над учреждениями здравоохранения, линию работы с обращениями граждан, направление кадровой политики», подчеркнул министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гошков. «Регистрация тест-системы выявления омикрона, разработанной ульяновской компанией «Тестген», затягивается. Создавать продукты, ставить на производство получается быстро, а разрешение на внедрение всегда требует времени», отметил гендиректор Андрей Топорковский. Разработка учитывает возможные мутации в ключевых областях генома вируса, поэтому кроме дельта-штамма, под которой и был изначально рассчитан проект, «Тест» выявляет и штамм омикрон. В «Тестгене» надеются, что при поддержке государства процесс можно ускорить. С 5 марта в Ульяновской области ожидается половодие. В угрожаемой зоне окажутся 16 населенных пунктов. По прогнозам синоптиков, всего за 10 весенних дней талые воды могут частично затопить 6 ульяновских пригородов и микрорайонов, по 3 деревни в Сурском и Новоспасском районах, 2 в Ульяновском, по 1 в Меликесском и Новомалоклинском. Минприроды уже отправила рекомендации при подготовке к паводку главам муниципальных образований. Человеческую заботу, хоть и временную, к новым постояльцам приюта в Чердаклах проявляет Николай Ягунов. Собак отловили пару дней назад. Через 2 недели они снова окажутся на улице. Ну, привыкаешь, конечно, жалко. За 2 недели собакам... Ну, все они вот уже как родные, они к рукам подходят, не агрессивные, ничего. Жмутся они к друг дружке, чтобы теплее стало. Вот эти два комочка нашли на улице в рабочем поселке Чердаклы. Как они оказались, там неизвестно, но понятно, что в центре проблемы с бездомными животными человек. Сейчас эти щенки останутся в приюте, их постараются пристроить в добрые руки. Кто-то такие руки уже нашел. Собаку отсюда забрал житель поселка Чердаклы Олег Латарский. Крепкой дружбе в этом году уже три года, но хэппи-энд не у всех. Большая часть собак, согласно закону, вакцинируются, стерилизуются и отпускаются в прежнюю среду обитания. В этом году контракт на исполнение услуг получили приюты фонда «Флоры и Лавры». За 2021 год через программу ОСВВ прошло 101 животное. В этом году, в 2022, также заключен договор с администрацией Чердаклинского района. На сегодняшний день на 28 животных. По информации управления ветеринарией, у фонда 7 приютов в различных районах области. В Чердаклах, например, на постоянной основе содержится 16 собак и порядка 8 кошек. Все бы ничего, но остальные прибежища для животных зооволонтеры найти не могут. По указанным адресам заметенные снегом домики, где ни собак, ни людей. По условиям содержания у активистов к руководству есть вопросы. Возникает вопрос, на каком основании данные помещения, данная организация могли выйти на предоставление услуг в рамках программы ОСВВ. По словам активистов, есть вероятность, некачественно выполнены услуги. Были случаи, когда собака с биркой приносила щенят. Агрессивных псов тоже отпускали на волю. Отсюда риск неэффективности системы по отлову и стерилизации. Волонтеры обратились в природоохранную прокуратуру, которая должна отдать вердикт. Приют, не приют и кому передать судьбы уличных собак дальше. Факт, признанный всеми сторонами, действующее законодательство по обращению с бездомными животными, сырое, требующее доработки и дополнительного финансирования. Для того, чтобы программа ОСВВ работала эффективно, необходимо в короткий промежуток времени стерилизовать не менее 70%. В связи с этим принято решение о выделении в текущем году дополнительного финансирования на данные цели. Как город, так и область выделят часть средств на заботу о животных и безопасность людей. Но, по мнению экспертов, этого недостаточно. Требуется минимум 13 миллионов рублей. В распоряжении ответственных всего 8. То же самое практически и по всей стране. Недофинансирование налицо, и пока оно сохраняется, конфликты между людьми и животными продолжат будоражать то один, то другой российский регион. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Татьяна Левая 6 лет как тренер по КУДО. Под ее руководством азы единоборства познают спортсмены-начинающие. Дети возрастной категории от 5 до 12 лет. Сегодня Татьяна тренируется сама, оказанию первой медицинской помощи. Говорит, пригодится, ведь путь в спорт высоких достижений тернист и травмоопасен. Мы, конечно же, делаем на тренировке все для того, чтобы этих травм не было. Травмы у нас бывают, к счастью, очень редко, потому что мы проводим тщательную разминку перед тренировкой. Без нее мы, начиная тренировку, ни в коем случае не можем. Татьяна – тренер молодой, Александр Шубин – опытный. КУДО практикует почти 20 лет. Казалось бы, все пройдено, но и повторение впрок. Это все забывается. Мы должны раз в три года обязательно проходить эти курсы. И, соответственно, нам все это напоминает. Потому что юридический аспект – это очень важно. Чтобы себя обезопасить, мы можем помочь, мы можем еще сами пострадать. Немного теории, плюс много практики. Обучение тренеров, оказанию помощи – проект пилотный. Пока запускается в нашем регионе, чтобы затем набрать обороты по всей России. Организующая сторона – региональное отделение Красного Креста. Принимающая ученическая – местная федерация КУДО. Альянс возник не случайно, еще на заре пандемии. Спортсмены активно помогали Красному Кресту в качестве волонтеров. Разносили продукты питания, подвозили воду, помогали медикам, подвозили чайники, оборудование, микроволновые печи и так далее. На освоение жизненно важного материала уходит два дня. После интенсива выдаются соответствующие удостоверения. Помимо тренеров, а зам медпомощи обучатся сотрудники различных ульяновских предприятий, педагоги и не только. Я слышала, что и в школах, да, по-моему, вводят сейчас уже курс по именно оказанию первой помощи. Не знаю, наверное, класса с пятого. Вот в этом году ульяновское региональное отделение, как и весь Российский Красный Крест по России, пилотирует проект, который мы будем обучать детей в школах, также обучающихся в СУЗах и ВУЗах, первой помощи. Да и сама Диана Захарян буквально через несколько дней отправится в столицу для повышения квалификации. Свою деятельность инструктор Красного Креста называет важнейшей миссией, потому что не единожды оказывала помощь в жизни обыденной и знает, как правильно научить этому других. Что у вас случилось? Упал. Упал, что угол вы можете? Упал, что угол вы можете. Ага, встать можете? Нет. Не со своей помощью тоже не получится. А вы где, вы один здесь или с кем-то? Один. Может быть, скорую помощь позвоним? Давайте. А сейчас проверьте себя, назовите два главных номера скорой помощи и единого для всех экстренных служб. Справились? Хорошо. Возникли затруднения? Делайте выводы и запоминайте. 103 и 112. Татьяна Домоданова и Сергей Рябухин. Репортер 73. Вовремя топят. Все. Водичка всегда есть. Никуда не надо бежать. Такие привычные радости мирной жизни. А война перекроила детство Тамары Павловны на свой жуткий лад. Отец, работавший экономистом, в 41-м отправился на фронт. Мама трудилась с восьми до восьми. Во время бомбежки детей выводили из дома соседи. Прятались в шкафу или под стулом, если враг налетал слишком быстро. Страшным испытанием был голод. 125 граммов хлеба на сутки. Едва ли не единственное, что поддерживало жизнь. Бабушка говорила, так, будь русский человек, ты упёрлен и сильный. Ты должна быть такой же, чтобы пиво здесь не летало над нами. Вот ты должна внишать в себе силы души. Не съесть весь этот кусочек сразу, а поделить на три раза. И в часы стоять, ты вот смотришь на часы. Отец пропал без вести в 1944-м. Об освобождении родного города Тамара Павловна вместе с мамой и братом узнали в Омской области. Спустя два года мамы тоже не стало. В Ульяновск приехала вместе с мужем. 40 лет работала в сельхозвузе. Сегодня на нашей земле живёт 4 защитника и 52 таких же, как Тамара Зеленова, жителя блокадного Ленинграда. 27 января – день их общей славы. Была война, прошла война. На поле боя тишина. Но по стране и тишина идут легенды о войне. Война, ставшая историей. История, которая жива. В этот день в школах проходят уроки памяти. Наша гимназия, в которой вы учитесь, тоже незримым образом таким связана с Великой Отечественной войной. Потому что вот в тех коридорах, в которых мы с вами здесь ходим, в классах, где мы с вами находимся, у нас располагался господин. В основном здесь лечили участников Сталинградской битвы. А ещё проводили сложные операции на глазах. Отсюда бойцы возвращались на фронт. Не по приказу, а потому что Родина нуждалась в помощи. Сама гимназия взрастила достойных защитников Отечества. Им, ученикам, их учителям-фронтовикам. Посвящён интерактивный музей, который создали учителя и ученики нового времени. Здесь собраны разные статьи, какие-то газеты и выписки. Практически достаточно много информации. Допустим, перепечатанные письма, которые здесь в таком формате можно почитать. Что бы ни происходило, мы всегда затрагиваем вопросы патриотизма. Урок, внеурочная деятельность, кружок. Что бы это ни было, всегда мы говорим о любви к Родине, отчизне, о воинах, солдатах. Патриотическое воспитание не замкнуть в рамке памятных дат. Любовь к родной земле, её истории нужно растить вместе с каждым новым поколением. 21 января стартовал месячный геройка патриотической образовательной работы. У нас во всех муниципальных образованиях будет проводиться эта работа. Она направлена на всё. И будут вспоминать и героев Отечественной войны, как я сказал. И трудовые подвиги будут проводиться, и спортивные мероприятия будут проводиться. Посещаем с выставками школы, ездим по районам, тоже в область выезжать с выставками, с школами, с оружием, с формой, с рассказами о Великой Отечественной войне. Митинг-реквием в день 78-й годовщины полного снятия блокады. Той самой, что осталось в строчках дневников, в письмах, в стихах, в морозном воздухе салют. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Новогодняя распродажа рулонных штор и железных штор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По данным сайта Гесметио, 28 января в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью минус 7, минус 11, днем 6-10 градусов ниже нуля. В городе температура воздуха ночью от минус 8 до минус 10 градусов, днем 7-9 градусов со знаком минус. Ветер преимущественно южный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Андрей, теперь моя очередь задавать тебе вопрос. Пожалуйста. Сколько тебе нужно денег для счастья? Каков вопрос? Ничего себе! Ну, слушай, я счастья все-таки в деньгах не соизмеряю. Ну, мне хватает, наверное, вот так вот. Да, я вот, может быть, скромно, может быть, как-то неамбициозно, но тем не менее, вот так отвечу. Ну, сейчас, конечно, не о счастье поговорим, а о среднедушевом доходе граждан. Да, ну, ты имеешь в виду, наверное, то, что в Ульяновской области все посчитали, и теперь этот самый доход составил 27 тысяч рублей. Для чего это сделано? Все просто. Он нужен для того, чтобы в текущем году по закону определять право на получение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и последующего ребенка. Документ вступил в силу 25 января. Министерство экономики РФ предложило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций профинансировать в России пять проектов. Согласно предложенному перечню, их общий бюджет оценивается в 11,8 миллиарда долларов. Один из проектов – развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии. В частности, планируется создать сеть ветропарков и солнечных электростанций на территории Калмыкии, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей. Кстати, уникальный для страны завод по производству лопастей ветрогенераторов прочно укоренился на своей промплощадке и генерирует новые достижения. За отраслью возобновляемой энергетики будущее. Ульяновск стал пилотом, но есть регионы, готовые перенять опыт. В основном приморские. Поэтому производство компонентов для установок точно не проседает, но требует внимания и поддержки. Сейчас есть большой запрос на частные маленькие микропарки тоже. Я этим не занимаюсь. Регулирование в середине до седьмякта под частные контракты, которые развиваются в тренажном мире, выпадает. Вот нормально. В Ульяновской области точно не было экономического шока, заметил Борис Титов. Предприятие демонстрирует уверенное развитие. Хотя присущие периоды пандемии осторожности все-таки есть. Не только касаемо ограничений. В первую очередь речь идет о налаживании логистики и запуске новых направлений. Назвать сроки преодоления коронакризиса эксперты пока не берутся. Но о перспективных сферах время задуматься пришло. Главная задача, которую необходимо решить, это развитие российской переработки. Развитие малого и среднего бизнеса. Отхода от сырьевой зависимости. Потому что мы все понимаем, что цены на нефть это не навсегда. И надо стране, если мы хотим иметь устойчивую экономику, то мы должны иметь серьезную промышленную базу. Мы провели совещание по стратегии развития Ульяновской области. И здесь, конечно, опыт Бориса Юрьевича и его специалистов по стратегированию очень важен. Мы детально обсудили, как дальше мы будем эту работу выстраивать, дабы не изобретать велосипед, а уже использовать опыт, который у них накоплен. Будет создана рабочая группа и будут приняты решения, как мы будем двигаться по созданию обновленной стратегии до 2030 года Ульяновской области. Регион открыт для новых направлений. В плане поддержки федерального центра здесь также зеленый свет. Есть и собственные меры. На компенсацию аренды, коммунальных платежей, а также налоговые льготы для бизнеса уже потрачено свыше 2 миллиардов рублей. На отечественные и зарубежные маркетплейсы помогли выйти более чем 200 компаниям. В планах внедрить новую программу стимулирования предприятий, сохранивших за время пандемии штат работников. Помощь получат и те, где растет производительность труда. Опытный самолет МС-21-300 объединенной авиастроительной корпорацией выполнил перелет из подмосковного Жуковского в Якутск для испытания в условиях низких температур. Специалисты около месяца будут проводить испытания воздушного судна при температуре наружного воздуха ниже минус 30 градусов по Цельсию. Причем каждому этапу испытаний предшествует выхолаживание самолета. В вечернее и ночное время он будет находиться на открытой стоянке в аэропорту Якутска в течение 12 часов. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурных режимах до минус 55 градусов. Напомним, крылья для нового лайнера производит аэрокомпозит «Ульяновск» в Заволжье. Единственный в России завод по производству авиационных деталей из композитов при помощи инфузионной технологии. Кстати, до конца 2022 года ОАК хочет передать первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании «Россия». Андрей, скажи, пожалуйста, тебе ближе все-таки физический труд? Ну, судя по тому, где мы с тобой работаем, интеллектуальный труд ближе. Но если придется что-то сделать руками, это лучше построить, сколотить или приготовить? Лучше бы не приходилось, ничего бы не делать руками на самом деле. Но уж если берусь, ну, может быть, приготовить, вряд ли сколотить. Ну, вот то же самое у меня. Я не очень люблю что-то мастерить. Может быть, потому что не умею. Но если Андрей и наши телезрители все-таки любят создавать шедевры маленькие своими руками, то рубрика «Стиль» прямо сейчас именно для них. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами в студии Анна, и это рубрика «Стиль». Сегодня с вами будем делать вот такой вот держатель для салфетки для сервировки. Вашего праздничного стола. Нам потребуется втулка от туалетной бумаги, джутовая веревка и термопистолет. Заранее обрезайте втулку под нужный вам размер. И просто мы ее будем с вами обклеивать с джутовой веревкой. Кончик веревки, чтобы не махрился, немножко обклеиваем. И начинаем обклеивать. Я отхожу, оставляю кончик немножко, чтобы спрятать его потом, чтобы край был аккуратный. То есть начинаю клеить не сначала. Пока! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...